здравствуйте уважаемые любители рок-музыки мы решили сходить в ресторан а я обещал одному нашему подписчику геннадию из воронежа что мы обязательно посетим ресторан воронеж который ресторан знаменитого александра рапопорта в одном рапопортовском ресторане мы уже побывали в китайской грамоте рассказали вам все сейчас хотим проверить как здесь там в китайской грамоте высший пилотаж хотим убедиться что здесь какой здесь ресторан пойдемте посмотрим ну вот наконец-то мы уже в ресторане самым тут три на первом бургерная и третьем ресторан очень уютный аккуратный я выполняя наказ нашего подписчика из воронежа геннадия говорю товарищ генерал опробуй все и доложу как тут все готовят по суровому как вы сказали попробуйте здесь только русская продукция костромская воронежской а здесь богатейший выбор и рыбных и мясных только стейков чтобы платить но я себе заказал одни рыбные блюда вы же понимаете что меня нельзя другого что я заказал морских ежей залом кастинский раковые шейки под соусом васаби соленые грибочки лесные печень трески с ялтинским луком ну так вот небольшой наборчик и кабачок с чучей крови ну а моя команда рок-группа волосю ксд заказала конечно же себе стейк рыбайк и другие мясные блюда потом расскажу как оно все здесь вкусно приготовлено или не вкусно доложу но пока мне все нравится водичка высший пилотаж буду французская а говорили что все русское все из воронежа обманули вода-то французская но вкусная ну что начало хорошая это грамотно очень принести кусочек хлебушек хорошим маслом со свежим вологодом или воронежским доченька попробуй мастер я попробую мне горячий хрустит сначала неплохое перчика и соли чуть-чуть лучше закуски не было до затравки аппетита но вот мои закуски принесли каспийский залом мурманские свежие креветки раковые шейки с соусом васаби лесные русские грибочки и печень трески на красном ялтинском луку с редисочкой из перепели на яйцами вот это вот сегодня я буду есть геннадий вот так вот скромно я буду саде питаться ну и кабачок с помидорчиками и с чучей икрой вот все на сегодня будет все ну что хочу выпить за этот прекрасный стол дай бог нам всем здоровья ну и принесли конечно экзотику ежи морские а их едят соусом из переменем желточком вместе все это перемешивается вот такая вещь раньше не знал что это такое знаете где узнал на маврикии когда наступил на ежа в океане и потом долго вытаскивали иголки из моих ног и так я познакомился с ежами а потом уже познакомился ресторане хорошая закупка демонстрирую как это блюдо берем ежа потом перепелиный желточек сюда его соевого соуса туда подлить все это аккуратненько перемешать подвискарик или под текилу но я к сожалению вот подводку лучше всего селедка а под текилу и подвискарь идеально если вы интересуетесь что это напоминает и чему это оригинальный вкус и на что не похожу ежик нас подвигали наши родные раки в детстве знаете как мы их ловили ныряет смазкой классами когда тебя видит он поджиг задом перее из выражения подзут как рак раком ползут вот так он задом такой поджиг ты берешь так руку туда и на него наезжаешь он тебе прямо в ладонь заходит и в сетку вот так как многие 40 ловили вот казалось бы креветки белок тоже и рак тоже белок но это другой вкус араковые шейки все-таки этот на мой взгляд вкуснее вот здесь они с авокадо и с хорошим каким-то таким сливочным соусом мне очень нравится северные креветочки говорят что не отличаются по вкусу сейчас попробую и соус а ну-ка а ну-ка действительно отличаются по вкусу от обычных креветок которые в магазинах продаются нежнейшие креветок и лимонный соус сладко ватный сочетание великолепно нежнейшее мясо креветок и лимонный соус сладенький каспийский заломчик то есть селедка но по-особому приготовлены с картошечкой и с красным ялковским лучком виде деликатес но прекрасно вот они родные подберезовички подосильнички беленькие красавчик смотрю груздика кусочек есть для русского человека вторая еда картошка третья картошка капуста и грибы с подсолнечным маслом чуть-чуть уксусок и еще соленые не маринованные грамотно сделано потому что на самом деле солить грибы вот они просто потому что если не умеешь они я протухну на второй день не каждый черт даже грибник умеет солить грибы хорошо особенно грузби сложно солить бочку я вырос в лесу карпатах потом не мне осталось попробовать печь грибники с ялтинским луком и с редиской и с перепелиным яйцом я чтобы прочувствовать вкус комплексный сразу все вместе грамотное сочетание повар разбирается яйцо ялтинский лук редис и печь ангельский очень гармоничная прекрасная закуска ну что узел у нас практически закончен сейчас десерты кофе но я хочу как начинающий рок-музыкант отметить звук вот музыка не давит тихонько играет и что еще очень важно не слышно что говорят люди за соседними столиками и нас не слышно хотя мы разговариваем достаточно громко это очень грамотный очень комфортно здесь . звуковом отношении но и что здесь еще хорошо то есть ушам здесь приятно здесь приятные глаза потому что обратите внимание на старину сделано раз потёрка везде натуральное дерево на стенах какие фресочки просто проступали старинные русские и и зуб очень хорошие не в первую очередь на конце что спаситель на ресторан водились аркадий анклитов на суворовский бульвар в общем прекрасный вид равны и ну что под конец ужина я решил устроить небольшой развратик выпить копейку с молоком ну вот вроде бы кофею уже автоматы везде стоят готовят вроде бы не люди даже просто автомат сам осадок людей же зависит если не умеет человек либо кофе перейдем засыпет либо недожаренный поэтому что попробую стоить отличный кофе отличный с миндальным молоком хорошим из корицы конфетку грилья вот такой вот сегодня разврат а как-то нужен ты надо оплатировать по любому без этого не к сукатами грилья сукатами хорошо вечер окончен в ресторане опробовали все докладываю моему новому другу из воронежа геннадий ресторан великолепный рекомендую по приезде в москву сходить и попробовать как вроде же готовят русские национальные блюда вот так мысли вслух точны и честны мысли вслух о том оселом интересны мысли если сказаны молощуком молощуком